Ну, может быть, чат задерживается, я пока потихонечку начну. Мы с вами будем начинать от малого к большему, да? Сначала мы рассмотрим виды доходов, которые знают все. Некоторые люди думают, что компания Reflame ограничивается всего двумя видами дохода, но на самом деле их гораздо больше. Поэтому с вами сегодня мы поговорим обо всех видах дохода. Первый вид дохода – это экономия. Все мы знаем, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Те люди, которые тратят бездумно, они больше теряют денег, да? А те, кто умеет экономить, сохраняют эти деньги и что-то приобретает на них другое. На шампуне у нас в компании Reflame примерно можно сэкономить 80 рублей, на мыле 5 рублей, на зубной пасте, на щетках, парфюме, они у нас классные, да? На лекарствах можно здорово сэкономить, потому что у нас в компании есть замечательная продукция Wellness, которая помогает нам вообще не болеть. Мы знаем, как дорого болеть, да? Как только взрослый человек или ребеночек заболеет, мы относим к аптеке. Чтобы вот этого вот не происходило, мы пьем витаминки Wellness Pack, да? Пьем коктейли белковые, и таким образом наш организм наполняется иммунитетом, и мы экономим большую сумму денег. На эти сэкономленные деньги мы можем купить мелкую бытовую технику, что-то для дома, да? На сэкономленные деньги можно купить там смартфон приличный, ноутбук для работы. Это очень здорово. Второй вид дохода – это продажи. Многие люди думают, что в Арифлейм можно зарабатывать только на продажах, подешевле купить, подороже продать. Но на самом деле это не так. Ну ладно. 5-10% населения умеют, любят и готовы продавать. Я очень уважаю этих людей, потому что это на самом деле очень классно, здорово. Я сама не умею, к сожалению, продавать, но очень хочу этому научиться и учусь. К примеру, если продать продукции на 3000 рублей по ценным каталогам, можно заработать 600 рублей. Каждый человек для себя сам решает, сколько раз ему нужно по 600 рублей прибыли, да? И можно легко посчитать, на сколько тысяч нужно продать продукции. Это очень здорово, потому что есть еще возможность за большие продажи получать дополнительные деньги. Третий вид дохода – это возврат от 3 до 22% от личного товарооборота. Личный товарооборот – это те заказы, которые мы проводим через личный кабинет, которые делаем мы для себя, приобретаем продукцию для родственников, для знакомых, подруг, друзей и так далее. И проводим мы эти заказы через личный кабинет. Здесь не считаются заказы за группу, это отдельное. Это тоже очень хороший вид дохода. Сейчас мы о нем поговорим. Компания Reflame работает более чем в 60 странах мира. И в каждой стране своя валюта. Где-то гривны, где-то тенге, где-то драхмы, доллары, евро, франки и так далее. Валют очень много, потому что стран очень много. И компьютерная система у компании Reflame одна. И чтобы вести учет, чтобы это было удобно, компания Reflame ввела внутреннюю валюту компании, которая назвала баллы бонуса. Один балл бонуса примерно равен 45 рублям сейчас. И вот есть у нас такая премиальная табличка в компании Reflame, по которой она выплачивает определенный процент. Вы можете ее видеть слева. Допустим, если ваш личный объем продаж 150 баллов, если вы сделали в 21 день в каталог, заказано 6750 рублей, то вам компания выплачивает по премиальной табличке 3%. Это 202 рубля. Неплохо, да? Когда мы ходим в обычный магазин, за то, что мы купили там продукцию на 6750 рублей, нам вообще ничего не платят. Если ваш личный объем продаж 3000 баллов, это 135 тысяч рублей, то вам компания заплатит за это 15%, 20250 рублей. Если ваш личный объем продаж 7500 баллов, это 337500 баллов, вам 22% это 74250 рублей. Кто-то, для кого-то реально сделать такой личный объем продаж, для кого-то нет. Но в истории компании Reflame есть мужчина, который не так давно, пару лет назад делал такой объем продаж в каталог. То есть через свой личный кабинет в 21 день проводил такие объемы продаж. Вы представляете? Но это редкие случаи. Сразу скажу, для меня вообще это кажется нереальным. И компания, помимо возврата за личный объем продаж, еще возвращает проценты за групповой товарооборот. Компании, в принципе, без разницы, один вы делаете заказы или вы делаете группой, она каждого человека вознаграждает за принятие участия в создании товарооборота. Это очень-очень круто. Давайте с вами посмотрим четвертый вид дохода. Возврат от 22 до 3% от группового товарооборота. И для того, чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим с вами пример на схеме. К примеру, вы приглашаете людей зарабатывать в компании Reflame. И пригласили 6 человек. Первый человек создал товарооборот на 300 баллов. Второй человек на 700 баллов. Третий человек на 7000 баллов. Четвертый человек на 4000 баллов. Пятый человек на 20 баллов. Шестой человек зарегистрировался, но не оформил даже заказов. Все как в жизни. Кто-то хорошо работает, кто-то нет. Кто-то хочет, кто-то не хочет предпринимать действия. И вы сами сделали 200 баллов лично через свой кабинет. Собрали заказы на 200 баллов. Либо для семьи что-то приобрели. Если бы вы были один и сделали товарооборот на 200 баллов, то компания вам выплатила бы 3%. Но так как вы приглашали еще людей, все заказы, которые они сделали, вам суммируются. И получается, что если мы сложим все вот эти баллы, которые сделали люди из вашей команды, которых вы пригласили, все вместе, то получается товарооборот общий 12220 баллов. Если мы посмотрим по нашей табличке, это больше чем 7500 и получается 22%. Правильно? Если бы вы были один, то компания вам выплатила бы 3%. А так как вы из группы сделали больше, чем на 7500 баллов, вам выплатят 22%. Смотрите. Как выплачивает деньги компания? Вот тому человеку, который сделал объем продаж на 300 баллов, компания выплатит 3%. А вам 22% минус 3%, 19%. От человечка второго, которого вы пригласили, компания выплатит ему за 700 баллов 6% от этого объема продаж. А вам выплатит 22 минус 6, 16%. От третьего человечка, он немножечко не дотянул до 22%, не сделал объем продаж с группы на 7500 баллов, да? Этому человеку компания выплатит по нашей табличке 18%. Вам выплатит 22 минус 18, 4%. За четвертого человечка, которого вы пригласили, обучили компанию, вам выплатит 7%. 22 минус 15, а ему 15%. Все справедливо, правильно? Пятый человек сделал заказ на 20 баллов. Что же, ему положено премия? Нет, потому что условия в компании для получения дохода нужно делать минимум 150 баллов личных на личный номер. Но он получил экономию. Он приобрел продукцию на 20% дешевле, чем в каталоге. А вы 22% минус 0%, вы получаете 22% от 20 баллов. Шестой человечек не сделал заказа. Соответственно, если ничего не купили, то с чего считать выручку, правильно? Это бизнес. В любом бизнесе, я всегда привожу пример на обычном магазине. Вот вы открыли обычный магазин. Магазинчик небольшой, да? Косметики, бытовой химии, неважно. Может, булочную, может быть, констовары и так далее. Вот вы открыли магазин. Мало того, что вам пришлось арендовать помещение, либо купить его, закупить продукцию, очень много, да, для того, чтобы выставить ее на прилавок, понести всякие расходы, с налоговой разобраться, там, зарплату продавцу, ну, вы можете там сами торговать, к примеру, за коммуналку оплатить и так далее, уже минус большой, да? Помимо этого, вы вот открываете магазин и начинаете зазывать туда народ. Вот мы открылись, приходите в наш магазин. Если люди в этот магазин заходят, смотрят продукцию, прицениваются, но ничего не покупают, выходят, и так проходит месяц, то в конце месяца вам не с чего считать прибыль. Точно так же и в нашем интернет-магазине. Если продукцию купили, прибыль есть. Если продукцию не приобрели, соответственно, выручку считать не с чего. И так каждый месяц за один раз проданный продукт выручку нельзя получать много раз. Один раз продали шампунь и с него пожизненную выручку получать нельзя. Это логично. Просто нужно немножечко об этом думать, да? Вот. Получается, что каждый получает, соответственно, созданному товарообороту, насколько он принимал участие. Скажите, какая вам разница выгоднее? 4% если вы получите от компании или 19? Как вы считаете вот на нашем примере на схемке, которую мы разобрали? Чат у нас запаздывает, я уже обратила внимание, поэтому мы с вами посмотрим на схеме визуально. Вот, чтобы понять, сколько это будет, какой процент выгоднее, давайте посчитаем. Вот тот человечек, который сделал на 300 баллов заказ. 300 баллов, 1 балл равен 45 рублям. Мы умножаем на 45, получаем 13500. То есть продукции продали на 13500 рублей. Вам 19% от 13500, это 2565 рублей. 7000 баллов умножаем на 45, это в рублях получается 315000 рублей. Вам 4% от 315000 рублей, это 12600. Какая вам разница лучше? Конечно же, 4% разница для вас лучше. То есть, кто из них больше зарабатывает? Вот тот, который на 3% или который на 18%? Конечно же, больше зарабатывает тот, который на 18%. Почему? Потому что у него товарооборот больше. Теперь самый главный вывод. Чем больше зарабатывают ваши люди, тем больше зарабатываете вы. То есть, чем больше у человека процентный уровень и чем больше он зарабатывает, тем больше зарабатываете вы. Классный бизнес, правда? Вот скажите, на обычной работе бывает ли такое, что начальник, к примеру, не спит ночами, думает, как бы вы зарабатывали больше? Такое нереально. А в компании Арифлейм реально. Если вы будете зарабатывать больше, соответственно, и сам человек, вас пригласивший, тоже будет зарабатывать больше. Тут и человеческий фактор, да, классный. И вообще такая благородная, так скажем, миссия. Вот. Но это еще не все. Вот, к примеру, тот партнер, который не сделал вообще заказа, когда вы его пригласили, он послушал, решил, да, я буду, но почему-то не стал ничего делать, заказ не разместил. Да? Мы, к примеру, обратились к нему еще раз. И говорите, может тебе помощь какая нужна, давай с нами зарабатывать у нас круто, давай я тебе еще раз расскажу суть. Вы ему рассказываете суть, и он вдруг до него доходит, он понимает, в чем дело, и начинает активно работать. Строит структуру свою, приглашает людей, и выходит на уровень, на 22% уровень, к примеру, делает товарооборот на 10 тысяч баллов. Что делать теперь? У вас 22% получается, и у этого человека больше 7,5 тысяч баллов по команде, и у этого человека 22. Разница получается 22 минус 22, но что все? Денег теперь не выплатят. Что теперь делать? Может быть, в офис его не пускать, или палки в колеса начать вставлять? Конечно же нет. На этот случай компания Reflame ввела пятый вид дохода, который называется директорский бонус. Премия 5% с товарооборота лидеров первого уровня. Пожизненно. 10 тысяч баллов умножаем на 45 рублей, получаем 450 тысяч рублей. От этой суммы вам 5% выплачивает компания за то, что вы пригласили этого человека и рассказали ему суть бизнеса. Вы получаете 22,5 тысячи рублей. А если таких у вас будет 10 человек, которые начали зарабатывать, которые вышли на 22% уровень, 10 человек, если у вас таких будет, вы будете получать 225 тысяч рублей каждые 3 недели. Это очень круто. Это резидуальный вид заработка. Очень важно понимать, что есть у нас два вида заработка. Линейный и резидуальный. Линейный заработок, это получается, когда за один раз выполненную работу деньги получаешь один раз. Это обычный наемный труд, к примеру. Машину купил где-то подешевле, перегнал, продал подороже, прибыль получил один раз. На работу походил, поработал за этот месяц, деньги получил один раз. И тому подобное. Как только ушел на больничный, сразу же денег перестал получать. Как только уволился, сразу денег перестал получать. Ходишь на работу, получаешь деньги. Не ходишь на работу, соответственно, не получаешь. Резидуальный вид заработка, другими словами, пассивный. Это когда за один раз выполненную работу доход получаешь многократно, много раз. Вот, например, актёр в Голливуде Брэд Питт снялся в фильме «Трое». Один раз он снялся в фильме. А ему с каждого проката фильма в каждой стране мира платят процент. В фильме снялся один раз, а доход получает много раз. В «Арифлейм» пятый и шестой виды заработка являются резидуальными, многократными. Надо стремиться именно к этим видам заработка. Да, вначале надо хорошо поработать, чтобы грамотно поработать, чтобы мечты свои осуществить и сделать реальностью, чтобы ваши дети и внуки вами гордились, родители, чтобы жить достойно, так, как хочется, а не так, как получится. И движемся дальше. А вашему ключевому партнёру выгодно, чтобы у него появились вот такие вот лидеры 22% уровня? Конечно же, выгодно. Вы же этому его научите, и компания ему тоже будет платить 5%. А ещё ведь дальше развиваться надо. И дальше растить организацию, да, они будут. А вам что с этого? Компания «Арифлейм» и тут вас заинтересовывает. И вводит шестой вид дохода, который называется «бонусы за партнёра в глубине». Вот если под вами появился человек 22% уровня, и ведь он тоже растёт и приглашает, и у него тоже под ним появляется лидер 22% уровня, тогда вам компания из-за этого человека платит 2%. То есть, ваш человек вышел на 22% и выше, под ним вышел человек на 22%. Они получают, каждый получает свой доход соответственно его усилиям, соответственно тому объёму работы, который он выполнил. И вы тоже за это получаете деньги. Если они растут дальше, вниз, да, развиваются, и ещё появляются там лидеры, то с товарооборота партнёров третьего уровня компания выплачивает вам 0,5%. С товарооборота партнёров четвёртого уровня 0,25%. С товарооборота партнёров пятого уровня 0,125%. С товарооборота партнёров шестого уровня 0,625%. Кто-то сейчас думает, наверное, что за 625 десятитысячных процента? Это, наверное, вообще ни о чем. А вы представляете, сколько это будет, если сложить, допустим, миллион, к примеру, рублей умножить на 625 десятитысячных процента? Какая-то сумма будет. И вот если эти все суммы сложить, то это получается просто огромная сумма денег. Но это еще не все. Компания также выплачивает бонусы за активность. Помимо того, что она выплачивает вам доходы, соответственно, план успеха проценты, еще у нас есть премии, и план успеха у нас усилили, в полтора раза увеличили премии. Это очень круто. Если, допустим, за тот же объем продаж какое-то время назад получали 1000 долларов, примерно 60 тысяч рублей, то за эту же работу сейчас можно получить премию 100 тысяч рублей. Что для этого нужно сделать? Когда вы выходите на объем продаж 7500 баллов, то вам присваивают звание старший менеджер. Вы становитесь старшим менеджером, вы открываете квалификацию директор. Ваш доход при этом составляет примерно 20 тысяч рублей, 20-25, в зависимости от того, как вы строите структуру, но это уже тема другого вебинара. И для того, чтобы вам присвоили звание директор, вам необходимо этот объем продаж подтвердить 8 каталогов. 8 каталогов, неважно, подряд, не подряд, но 8 каталогов вы должны сделать такой объем продаж, чтобы стать директором компании Арифлейн. Потому что это докажет, что ваш результат не случайный, что действительно вы сделали эту работу. И тогда, если вы 8 каталогов сделаете такой объем продаж, компания вас за это премирует и выплатит 100 тысяч рублей к доходу дополнительно премий. Очень круто. При этом, когда вы становитесь директором, вы получаете доход примерно 1000 долларов в месяц. Приглашение на две персоны на банкет директоров, где вас будут поздравлять на лучшей сцене страны, признание, на вас будут сыпать конфетти, дарить подарки. Вы получите серебряный значок. Это очень круто. На самом деле, еще целый год вас на мероприятиях будут поздравлять с тем, что вы сделали это звание. Дальше что? Если под вами появляется лидер 22% уровня, тоже становится директором, он получает то же самое. И признание, и премию в 100 тысяч рублей, и поздравления, и подарки, и все. И при этом вы получаете уже премию в 150 тысяч рублей. То есть, вам выгодно, чтобы люди, которые приходили, тоже зарабатывали, и вы от этого тоже будете зарабатывать. Если вы пригласили двух человек, и они, в свою очередь, стали директорами, они получают премию по 100 тысяч, значки, признания, поздравления, приглашения на банкеты, вы, в свою очередь, получаете золотой значок, вы получаете премию 200 тысяч рублей, также вы зарабатываете примерно 2 тысячи долларов в месяц, ваш доход, вы получаете также приглашение на банкеты, признание, а также вы становитесь участником программы бесплатных отпусков за счет компании, один раз в год вы отправляетесь бесплатно на лучшие курорты мира отдыхать. Это очень-очень круто. То есть, у нас есть еще бесплатные путешествия. Смотрите, какие у нас крутые премии за звание. 100 тысяч рублей можно единовременно получить, 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300, 400, 600 тысяч рублей, 800 тысяч рублей, 1 миллион рублей, 2 миллиона 400 тысяч рублей, 3 миллиона рублей. То есть, самая большая премия по плану успеха сейчас 100 миллионов рублей, и она реальная, и вы можете ее получить. Вот такие вот премии реальные. У нас наш лидер проекта Ирина Басюк получала 10 тысяч долларов, тогда в долларах были. Сейчас эта премия стала еще больше, да. То есть, вы можете получить 800 тысяч рублей, миллион рублей. Есть в истории сетевого маркетинга самая большая премия была выплачена именно компанией «Арифлейм». Женщины из России, Тамили Полежаевой, да, был вручен чек на 1 миллион долларов. И это реальная женщина, реальная история, очень крутая. Если интересно, можно посмотреть ее выступление на YouTube. Это легендарная женщина, история которой потрясающая. Вот. Путешествия бесплатные от компании. Естественно, нужно хорошо работать, выполнять условия. У нас единственная компания в мире, которая своих менеджеров уже с уровня менеджера, вы даже не директор, да, с уровня менеджера отправляет путешествовать за границу людей бесплатно. Первая конференция менеджерская была в Шерм-эль-Шейхе, и там были люди из нашей команды. Смотрите, как их было много. Я тоже участвовала в менеджерской конференции. Мы летали туда с Ириночкой, так, с Таней Ганиной, со многими девочками из нашей команды. Вот. Была в Турции. Сейчас идет квалификация на Турцию, да, квалифицируются менеджеры у нас. Это очень здорово. Все оплачивает компания и перелет, и проживание, и питание, и развлечение на высшем уровне. Все за вас продумано. Просто ты кайфуешь, просто отдыхаешь. В прошлом году я летала на конференции, меня брала с собой спутником на Шейра на бриллиантовую конференцию в Японию. Да, кто бы мог подумать, мало вообще людей могут позволить себе путешествия в эту страну. Самая дорогая столица в мире – Токио. Вот. Видели, трогали океан благодаря компании «Арифлей». Есть автопрограмма, где, кстати, вот с января месяца у нас новая автопрограмма, где в месяц 20 тысяч рублей компания будет выплачивать за автомобиль. Автомобиль можно будет выбрать абсолютно любой марки, но только это должен быть автомобиль иностранного производства, иномарка должна быть. Совершенно любой автомобиль. Также автомобили дарятся в подарок, да, с уровня бриллиантового директора. Можно получить автомобиль премиум класса, который тоже будет оплачивать компания. То есть здесь вообще компания настолько дает много возможностей, что кого-то вот интересует автомобиль, да, кто-то на Мерседесе, на БМВ хочет ездить, кого-то путешествие интересует, и тут это есть, кого-то интересует доход, кого-то интересует передать бизнес по наследству. Все это дает компания «Арифлей». Цель нашего бизнеса – создание пассивного дохода, стабильно растущий доход, путешествие, свобода, финансовая независимость. Это все, что необходимо для счастья, да, для того, чтобы чувствовать себя действительно счастливым человеком. У нас доход только официальный, никаких электронных кошельков и нелегальных выводов денег, только через банк. Только через банк, простите. Только через банк. То есть это у нас доход в соответствии с законодательством нашей страны. И стаж, и пенсионное отчисление бизнес-компания «Арифлей» нам дает. Товарооборот бывает двух видов. Как мы говорили, личный товарооборот – это ваши покупки ваших родственников, ваших знакомых, ваш холодный рынок. И групповой товарооборот – это сумма покупок людей вашего бизнеса. Есть два способа создания товарооборота. Продавать самому и пригласить 10 человек, которые купят каждый сам для себя. Каждый сам выбирает, что ему нужно и что делать. Наша цель – создать большую дружную команду зарабатывающих людей. Всегда у нас есть выбор. Строить свой собственный бизнес, ходить на работу по найму. Но жизнь у нас одна. Время бесценно. Если, допустим, мы потратим денег, мы можем их заработать, восполнить. Да, потратили тысячу рублей, мы можем заработать эту тысячу рублей. Но когда мы тратим свое собственное время, ни за какие деньги мы его купить не можем. Время невосполнимо. Тот час, который проходит, мы уже никогда не вернем. При помощи именно нашего бизнеса, именно сетевого маркетинга, можно время по-другому свое использовать, которое нам дано один раз. Если мы ходим на обычную работу, нам каждое утро приходится вставать, вечером приходить, и так каждый день. Суббота, воскресенье, может быть, выходные. За это время мы переделываем домашние дела. Стирка, работа, глажка, уборка и так далее. То есть, времени на отдых практически нет. Но на обычной работе я знаю, что это такое. Это приключение человека-работника, день сурка. В нашем же случае есть путешествия, отдых, спланированные уже заранее в определенные даты. Можно ездить на таком автомобиле, на котором ты хочешь. Можно проводить время с семьей. Свой график строить самому. Если тебе нужно в поликлинику, не нужно отпрашиваться, ты сам пошел, ты можешь вечером поработать, ночью поработать. То есть, сам выстраиваешь свой график, сам определяешь, сколько времени тебе работать. Вот примерная табличка доходов. Чем выше процентный уровень, тем больше доход. Поэтому нужно стремиться побыстрее выйти на доход. Для получения дохода в нашей компании есть правило. Необходимо выполнить одно из условий. 150 баллов личный. 150 баллов. Это примерно заказ на 6750 рублей. Каждый продукт имеет свое количество баллов. Например, если у нас в России шампунь стоит 4 балла, то он и в другой любой стране стоит 4 балла. Если мыло стоит 1 балл, и в другой любой стране стоит 1 балл. Сумма всех баллов определяет то, сколько вы получите. Какой доход вы получите. Нам компания Reflame дает все. И продукцию сама производит, и с налогового вопроса решает, и фуры там, и доставка с других стран. Все, вот этого мы не касаемся. Нам не нужно ничего организовывать. Единственное, что нам нужно, организовывать товарооборот. И выполнять вот этот вот объем продаж личный. Чтобы получать доход, должен быть отрыв. Что это такое? У вас должен быть уровень минимум на 1% больше, чем у вашего менеджера. То есть, если вы пришли, пригласили одного человека, и он начал работать, он начал активно работать, и он растет, и вы, соответственно, тоже по процентному уровню растете, то вы не думайте, что если он будет работать и расти, то вы за одного человека будете получать денег, если вы не будете ничего делать. Вам тоже нужно показать, что вы работаете, в свою очередь. Вы должны пригласить второго, третьего, четвертого человека, да, и тоже с ними создавать товарообороты. Когда у вас в команде появляется директор, ваш отрыв от его структуры, помимо него у вас еще должны быть люди, которые тоже зарабатывают. Должен составлять 3000 бонусных баллов. С уровня золотого директора уже можно выйти на пассивный доход. Этого там можно и не делать, если вы, ну, согласны на минимальный доход, и он вас, в принципе, устраивает. За товарооборот каждого директора компания платит пожизненно 5%, от 15 где-то тысяч рублей в месяц, вот. И вы сами должны подумать, жизнь быстротечна, вы можете сравнить европейский стиль жизни, да, как живут некоторые пенсионеры, наслаждаясь жизнью, летая за границу, да, позволяя себе качественное питание, фрукты, овощи, там, рыбу круглый год и так далее, да. И как живут люди, которые посвятили свою жизнь 40 лет, отработали, вышли на пенсию и получают минималку. У нас пенсия самая большая, ну, я даже не могу сколько сказать, но про минималку я знаю, это очень обидно, и на эти деньги, в принципе, невозможно жить, только существовать. Учитывая то, что на работе вы потратили свое здоровье, да, его нету, и его нужно восполнять будет, сколько денег уходит на лекарства, коммунальные услуги и прочее, то получается, что на качественную еду, отдых и прочее денег просто не остается. Лучше инвестировать свое время сейчас в свой бизнес, чем потом сожалеть о потраченном времени. Вот такие доходы можно получать на уровне директора, на уровне старшего директора, да, Катюша, у нас уже сейчас старший золотой директор, нужно обновить нам слайд о доходах. Можно получать ежемесячно 500 тысяч рублей и более, да. Как выплачивается доход? Чтобы доход выплачивать, еще раз проговорю, 150 баллов лично, 200 баллов, если у вас есть 22-процентные группы, 17 раз в году каждые 3 недели получаем доход, не как на обычной работе за месяц, да, на обычной работе работаем за месяц, получаем 12 зарплат в год, здесь у нас каталожный период 21 день, поэтому 17 зарплат в год. Очень классно, только получил доход, 3 недельки прошло, еще раз получаешь доход. Вот. Получаем доходы на банковскую карту банка, которая с выгодными условиями вы выбираете банками, да, отчисления в пенсионный фонд, бизнес можно передавать по наследству или в любой момент родным. Кто-то боится открытия ПЭ, говорят, ой, налог 6%, на самом деле это копейки, по сравнению с тем, что на обычной работе 13% подоходный налог, и еще за вас работодатель, там, почти 50% от своего дохода вы не получаете, все уходит в налоги. Поэтому здесь очень важно разбираться в этом деле и понять, что 6% это вообще ни о чем. По поводу зоны комфорта. Если вроде бы все устраивает, да, там, получаете на работе, там, 30-50 тысяч рублей, вроде бы комфортная сумма, да, если особенно 2 человека такую сумму получают, вроде бы все устраивает. Но посмотрите, все познается в сравнении, да. Можно пить кофе как с левой стороны в домашних условиях, а можно в кафе как с правой стороны. Можно делать маникюрчик аккуратненько дома самой, да, там, девочки, мы все хотим красивые ручки ухоженные, да, можно поковыряться самому сделать, да, безусловно, можно. Но можно сходить в хороший салон красоты и сделать маникюр там. Правильно? Это же очень приятно, девочке, ходить в салон красоты. И вот с левой стороны платье, и с правой стороны платье. Платье же? Платье. Ну, можно ходить в обычных простых вот таких вот платьях, а можно покупать платье брендов каких-то известных, там, красивых, там, не смотреть на ценник. Правильно? Всегда есть к чему стремиться. Можно кушать там и с одной стороны картофель, да, и с другой стороны картофель. Но ведь он тоже разный, да, правильно? Все познается в сравнении. Можно ездить на отечественном авто, можно ездить на иномарке с кондиционером или без кондиционера. Можно отдыхать вот так вот на даче, можно отдыхать за границей. Все познается в сравнении. И каждый, каждый абсолютно достоин жить так, как он хочет. Никто не придет и не раскрасит вас, вашу жизнь яркими красками. Вы сами создаете свое будущее. Это сказал топ-лидер компании «Арифлейм» Владимир Полежаев. Мне очень нравятся эти слова. В основе лежат ежедневные систематические действия. Успешного развития вам вместе с компанией «Арифлейм». Все в ваших руках. Спасибо всем, кто сегодня пришел на наш вебинар, кто обучается, кто думает о своем будущем, кто развивается. Всем продуктивного дня. Увидимся с вами в чатах. Всем классного дня.